Баря, вот так платьишко держи. Улыбайся. Баря! Твою пряди, как она улыбнулась. Алиса только начала увлекаться фотографией. Взяла пример с папы-фотографа. Сейчас он учит её, как правильно держать фотоаппарат, чтобы снимки не были размытыми. Но несмотря на советы для маленькой Алисы, фотография пока только развлечение. Денис не переживает, ведь 6 лет назад он также бездумно щёлкал затвором. Всё перевернулось, когда решил поучаствовать в конкурсе. На следующий день получил отзывы, что сначала почитайте фотографию, а потом начинайте снимать. И это было толчком. Начать изучать фотографию, понимать её. Сейчас Денис понимает, что главное правило фотоискусства – это идея, а фотоаппарат – всего лишь инструмент. Постановочные кадры не для него. Важно поймать момент. Но тоже не случайно. Выбираешь тему, едешь на нужное место и начинаешь искать, как рыбак, рыбу. Вот, например, смотрите. Эта фотография, она не о ребёнке, несмотря на то, что здесь сферирован ребёнок. Это фотография о том, что с этим ребёнком делает наша современная жизнь. Таких самоучек, как Денис, которые увлекаются фотографией, не пытаются заработать на этом деньги, достаточно много. У них есть свой клуб под названием «Четверг». Раскрывает глаза молодым авторам номеровую фотографию. Задаёт очень высокую планку выдающихся достижений в этой области, как в прошлом, так и сегодня. И с другой стороны, фотоклуб «Четверг» – это школа, где молодой автор может показать свои работы. И с помощью куратора нашего фотоклуба, Екатеринбургского фотографа старшего поколения, Вячеслава Михайловича Иванова, мы в этих работах разбираемся. Это не школа, где вас будут учить правилам фотографии. Здесь нет учебного плана, оценок, ну и финансовых взносов. Несмотря на это, встречи проходят не за болтовнёй. Каждый первый четверг месяца организаторы объявляют тему конкурса. Затем рассказывают мировые новости в фотоискусстве или, например, показывают фильм о каком-нибудь легендарном фотографе. Всё это, по словам куратора фотоклуба, воспитывает нашу екатеринбургскую фотографию. Я поставил такую задачу – вывести Екатеринбург, всё-таки такой знаковый город в России, и он должен заниматься соответствующим местом и фотографической жизнью. И нам это удалось, вы знаете. Мы через два года, наши ребята стали побеждать в российских конкурсах. Следующая цель – вывести местных фотографов на международную арену. Ведь и силы, и потенциал имеется. Продолжение следует...